Умер Михаил Жванецкий, патриарху российской сатиры, было 86 лет. Месяц назад стало известно, что он решил прекратить выступление. Карьера мэтра длилась более 60 лет. Он начинал на подмостках студенческого театра, а завершил творческий путь на телевидении, оставаясь до последнего времени дежурным по стране. Автор бессмертных монологов чувствовал себя ответственным за происходящее в России. Сегодня эпоха Жванецкого завершилась. Ольга Стельцова вспоминает его гениальные фразы. 86 лет. Ярких, насыщенных, трудных, бесценных. То, что он гений, понимали все. Те, кто с ним дружил, общался, кто был рядом или видел его лишь на сцене или на экране. Я хочу купить, как во время войны, танк на средства артиста, но пользоваться самому какое-то время. Его фразами можно коротко и емко признаваться в любви, разговаривать с начальством или подчиненными, объяснять обстановку в стране и мире. Я всегда в выигрыше, как ни странно. Или наша жизнь станет лучше, или мои произведения останутся бессмертными. Свои первые произведения он написал в 50-х в Одесском порту. Днем работал механиком, а вечером читал монологи в любительском театре «Парнас». И создавал миниатюры для еще одного механика – Виктора Ильченко. Так и звали друг друга «Митяня» и «Витяня». С приходом Романа Карцева образовалось звездное трио. 300. 300 миниатюр, каждый из которых словно бриллиант. А потом он вышел на сцену соло. И страна поняла, что тексты Жванецкого лучше всего читает сам Жванецкий. Но у нас с собой было. Мы в палате приспособились. Кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально говорю, Григорий. Отлично, Константин. Узнал печальную весть о том, что он ушел, оставил нас, русскоговорящих, живущих не только в России, но и в Америке, и в Париже, и в Германии. Оставил нас, оставил нас со своими словами. И мы будем теперь еще много лет, не найдя подходящих слов, говорить, как сказал Жванецкий, и жить его умом. Михаил Жванецкий спокойно относился к тому, что его называли классиком. С достоинством принимал высокие награды и очень много гастролировал по всему миру. Знал, что его не просто любят, обожают и очень ждут. Чашку и стакан надо же собрать. Они же съемочная группа, если им будет мешать, они уберут. Да, они же съемочная группа, они уберут. Личное общение с ним бесценно. Спокойный, обаятельный и очень добрый. Он так по-домашнему подписывал свои книги от Миши из Одессы. А в ответ на слова поздравления с его же днем рождения начинал поднимать настроение другим. И так распределите все праздники, чтобы жизнь протекала между праздниками. И только закончился один, но и с другой. И тогда не будет у нас возможности. Вот портить себе настроение. Будут сплошные праздники. Я считаю, что с ним ушла целая эпоха Райкина и Званецкого. Райкин ушел в 87-м году, он сейчас. Но это одна и та же эпоха. Я считаю, что Званецкий – это писатель уровня Зощенко и Аверченко. Другого такого еще долго не будет. А может, и никогда не будет. Царство на небесное. Ну, дошло, дошло, да. Очень хорошо. Дошло. Видите, надо давать паузу, и все будет в порядке. А то так без паузы идешь, конечно, мне говорят, публика не успевает. Сегодня с уходом Михаила Жванецкого, тонкого философа и мудреца, настала та самая пауза, во время которой можно и нужно понять и усвоить все, что он успел нам сказать. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...